А перед просмотром данного видео хочу порекомендовать вам лучшую партнерскую программу Адметат. С помощью Адметат вы сможете возвращать от 8,5% со всех покупок на Алиэкспресс. А также в каталоге из 1184 партнерских программ вы найдете те, которые принесут вам наибольшую выгоду и прибыль. О том, как стать партнером Адметат и начать зарабатывать я уже рассказывал в своих обзорах. Ссылки на данное видео вы найдете под этим роликом. Регистрируйтесь в Адметат и начинайте зарабатывать прямо сейчас! И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о топ-5 приложений для получения рут-прав на ваших Android устройствах. Итак, все ссылки на программы будут указаны на сайт 4PDA, так как программки для получения рут-прав постоянно обновляются. Туда добавляются различные новые модели смартфонов, на которых вы сможете получить рут-права. И для скачивания данных программ вам обязательно нужно будет зарегистрироваться на данном сайте. Итак, давайте начнем. Для начала вам нужно перейти в настройки вашего телефона, переходим в настройки, далее переходим в безопасность, далее крутим вниз и ставим галочку напротив неизвестные источники. И здесь жмем кнопочку ОК. Так, все здесь разобрались. Некоторые приложения для получения рут-прав также требуют наличия интернета. Также убедитесь, что у вас включен или мобильный интернет, или как в моем случае Wi-Fi. А начнем мы сегодняшнее видео с программы KingRoot. Так, давайте перейдем на сайт 4PDA, покажу что да как делать. То есть переходите по ссылке под видео, попадаете вот на такую страничку и прокручиваем вниз. Далее нам нужна самая свежая версия данной программки. Итак, крутим-крутим вниз. И выбираем вот это вот двойные версии. Нам нужна самая свежая программка. Вот версия 5.0.6, жмем сюда. Далее скачиваем данную программу. ОК. Ожидаем пока данная программка скачается у нас на телефон. Так, программа скачалась. Давайте теперь ее будем запускать, устанавливать. Итак, ребята, еще небольшое пояснение на все программы практически, которые помогают получить root права. Если у вас стоит антивирус на телефоне, он будет ругаться. То есть говорить, что это вирус. Но не пугайтесь, так как вы с помощью root прав по сути обходите ограничения на вашем Android устройстве. И из-за этого антивирус и ругается. Так, жмем здесь кнопочку далее, 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 далее и жмем установить. Идет установка. И сейчас обратите внимание на некоторый нюанс. Установка заблокирована. Дополнительная информация. Жмем вот сюда дополнительная информация и жмем кнопку все равно установить. Хоп. Все, установка идет у нас дальше. Все, установка завершена. Теперь жмем кнопочку открыть. Появляется вот такое вот окошечко. Root проще и быстрее. Нажмем, читаем. И жмем кнопочку попробовать. И как вы видим написано, root еще не установлен на устройстве. И давайте попробуем получить root права с помощью данной программки. Итак, нажимаем попробовать root. И у нас данная программа пробует получить root права. Остается немножко подождать. То есть, root права получаем с помощью данной программки всего лишь в один крик, без всяких заморочек. Все, ребят, root права получены. Видите, успешный root. То есть, все, окей, все у нас заработало. Вот такая вот первая у нас была программа для получения root прав. Ребята, еще совет. Перед тем, как вы начнете получать root права при помощи какой-либо программы, советую вам сделать резервную копию вашего андроида. На эту тему я уже также снимал видеоролик. Итак, друзья, а следующее приложение для получения root прав это Frama Root. Программка у нас вышла очень давно, еще в 2014 году. И в данный момент она уже не обновляется. Но все-таки она в данный момент все равно дает возможность получить root на многих андроид устройствах. Итак, как это все выглядит. Опять же, переходим по ссылочке под видео. Находим здесь вот такую темку. Крутим вниз и выбираем вот последнюю версию 1.9.3 Frama Root. Нажимаем. Жмем скачать. Собственно, загрузка завершена. Открываем данную программку. Жмем установить. Открываем. И видите, у меня Сбербанк ругается на данную программу. Ну, мы уже знаем, что различные антивирусы ругаются на программы, которые пытаются получить root права. Жмем игнорировать, игнорировать. Да-да-да. И смотрите, что здесь делаем. То есть, здесь выбираем установить супер су или же запуск сценария SD-карт каста. То есть, сначала пробуйте при помощи вот этого первого пункта получать root права. То есть, выбрали первый пунктик и жмем один из предложенных методов получения root прав. Барамир, фарамир, барахир. Итак, например, нажимаем первый. В моем случае, видите, ошибка. Выбираем второй. Опять ошибка. Выбираем третий. Успех. Root права установлены. Вы должны перезагрузить устройство. То есть, сейчас мы вот получили root права на моем Android-устройстве. Если же, ребят, вот так вот у вас ничего не получилось, пробуем вот этот вот запуск сценария SD-карт каста. А мы также вот нажимаем первый. Не получилось, например, второй. Не получилось. Третий. Вуаля, все заработало. После этого перезагружаете ваш телефончик и root права на вашем Android-устройстве будут установлены. Так, сейчас я перезагружу телефон и затем запустим программку root checker pro и проверим, получили мы root права или нет. Итак, перезагружаю устройство. Итак, друзья, перезагрузил я устройство. Давайте запустим root checker и проверим, есть ли у нас root права на нашем Android-устройстве или нет. Так, жмем кнопку проверить root. Да, как мы видим, поздравляем, у вас есть доступ с правами администратора. То есть, данная программка Frama Root справилась на ура со своей задачей. То есть, мы легко получили с помощью нее root. Так, на этом все. Переходим к следующей программе. Итак, друзья, давайте перейдем к следующей программке под названием Kingo Root. Прошу не путать с программой Kingo Root. Это совершенно другая программа. Итак, переходим по ссылке под видео, находим данную тему. Здесь находим саму программку. Вот версия 4.2.5, самая новенькая. Скачиваем ее себе на телефон. Так, жмем скачать. Идет скачивание у нас. Скачивание завершено. Давайте установим. Далее, установить. Устанавливаем данную программку. Здесь у нас заблокировано. Все равно установить. Идет установка. Ожидаем. Жмем кнопку открыть. Итак, запустилась у нас программка. Здесь написано у нас No Root. И давайте попробуем получить с помощью данной программки. Просто кликаем на данный замочек. И у нас идет получение Root прав. Немножко ожидаем. И, собственно, вуаля. Появился у нас уже зелененький замочек. И написано Have Root. То есть, Root права получены. Давайте перейдем в нашу программку для проверки Root прав. Root Checker. Запустим ее. И посмотрим, есть ли у нас Root права. Так, запустили программку. Жмем проверить Root. Итак, друзья. Как вы видите, Root права были получены без всяких проблем. Так, с данной программкой также разобрались. Давайте перейдем к следующей программе. Итак, друзья. Давайте перейдем к следующему приложению для получения Root прав под названием iRoot. Также переходим на сайт 4pd и скачиваем данное приложение. То есть, последняя версия у нас 3.2.3. Так, переходим по ссылочке. И скачиваем данное приложение. Жмем кнопку ОК. Пошла у нас загрузка. Ожидаем. Так, устанавливаем данное приложение. Далее, далее, далее. Установить. Опять здесь жмем все равно Установить. Так, приложение установлено. Жмем кнопочку Открыть. Здесь соглашаемся со всеми условиями. Жмем I agree. Так, прошла у нас проверка Root прав. И у нас написано No Root. И теперь давайте попробуем получить Root права с помощью данного приложения. Итак, для того, чтобы получить Root права, жмем вот на эту кнопочку Get Root Access. И ждем, пока программа пробует получить Root права на нашем Android устройстве. Все, ребят, Root права получили. Как вы видите, написано Root Subchaded. То есть, Root права были получены. Вот так все просто работает и в данном приложении. Так, теперь давайте опять перейдем в нашу программу Root Checker. И проверим, появились ли у нас Root права. Root Checker. Проверит Root. Так, запрашивает у нас доступ. Наш iRoot. Жмем Allow. И как мы видим, поздравляем, у вас есть доступ с правами администратора. То есть, данная программка также справилась со своей задачей на ура. Итак, теперь давайте перейдем к самому последнему приложению для получения Root прав. Итак, друзья, подобрались мы к последнему приложению из нашей топ-пятерки. Данное приложение у нас называется 360 Root. Сейчас с помощью данного приложения также попробуем получить Root права на нашем Android устройстве. Итак, переходим по ссылке под видео и скачиваем саму программку. Итак, давайте выберем более новую версию. Правда, данная версия у нас будет на китайском языке. Но я думаю, ничего страшного и мы с вами сейчас разберемся. Так, скачиваем данную программку. Идет у нас скачивание. И теперь давайте ее установим к нам на телефон. Жмем Далее, 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 Далее. Установить. Ждем пока данная программка установится к нам на телефон. Вылезает опять у нас сообщение, что установка заблокирована. Жмем все равно Установить. Идет у нас остановка. Давайте теперь откроем данное приложение и попробуем с помощью него получить Root права. Так, идут какие-то у нас приветственные картиночки. Здесь, как я понимаю, мы подтверждаем, что согласны со всеми условиями данной программки. Ожидаем, пока данная программка запустится. Так, идет проверка Root прав у нас. И давайте нажмем вот эту большую кнопку для того, чтобы получить Root права. Итак, данная программа в данный момент пробует получить нам Root права на нашем телефоне. Так, смотрим. Все, ребят, смотрите. Что-то там закрутилось у нас, что все у нас получилось. Так, здесь у нас что-то спрашивают установить, скорее всего. Давайте откажемся. Итак, появилась у нас вот такая вот иконка. Это означает то, что мы получили Root права с помощью данной программки. Все, ребят, на этом заканчиваю данный топ 5 программ для получения Root прав. Если возникнут какие-либо вопросы, оставляйте под данным видео. Ссылки на все данные программы вы также найдете под данным видео. А я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайк под видео. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok